Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир программы «Торгуем с ФИБО». И с нами сегодня начальник отдела аналитики компании «ФИБО» Роман Шевченко. Роман, добрый день! Да, здравствуйте, Игорь! Мы уже настроили наше бесплатное автоследование, поэтому за мной уже автоследуют, и поэтому я теперь уже с тройной ответственностью записываю все прогнозы и реализую. Это все правильно, верно делаете. Вот, ручка у меня уже готова, готов записывать, чем можно поторговать сегодня. Ну, естественно, я сегодня буду говорить не только о выживанном рынке, но и сходим на товарно-сервой рынок, потому что на самом деле сегодня уже были очень хорошие сигналы, в частности по золоту, но перед тем, как сместиться на графике, перед тем, как уже по практике будем говорить более предметно, скажу о том, что сегодня нас с фундаментальной точки зрения ждет, и что же может все-таки привести к более серьезным движениям на рынке. Мы знаем, что во время европейской торговой сессии уже был получен отчет из Германии по условиям ведения бизнеса, скажем так, в крупнейшей экономике валютного блока. Неожиданно для рынка данные оказались из данного отчета намного лучше, нежели ожидалось, нежели был прогноз. Поэтому, в принципе, основная валютная пара и получила достаточно мощный, да, то есть хороший импульс вверх мы увидели на фоне публикации этих данных. Мы увидели, что пара евро-доллар оттестировала психологический уровень сопротивления 1.10.00, точнее 1.11.00. По большому счету был протестирован и технический уровень сопротивления 1.11.10. Сейчас сместимся на график, покажу более детально, ну и перед тем, естественно, перед открытием американской торговой сессии нам, как трейдерам, интересно, что же может отразиться на динамике торгов во время американской сессии. С открытием торгов, а именно в 15.30, будут опубликованы данные по изменению объема закупки товаров долгосрочного пользования. Если же этот показатель кажется выше предыдущего, а еще лучше выше прогноза, поэтому мы знаем с вами, что прогнозы достаточно оптимистичны, у доллара появился достаточно неплохой драйвер для укрепления. Как следствие, это может привести к неплохому импульсу по основной валютной паре в противоположном направлении. Сейчас, в общем, смещаемся на график и будем смотреть, что же у нас с технической точки зрения получается и как мы можем торговать сегодня и в средний срок. Давайте посмотрим. В общем, вы видите уже мой терминал. Мы с вами видим ту ситуацию, о которой я только что буквально говорил. Во время европейской торговой сессии основная валютная пара получила достаточно мощный драйвер для роста из Германии. По сути, на фоне этих данных произошел вот этот импульс. Естественно, еще начиная с азиатской торговой сессии мы получили неплохой драйвер для евро, то есть значительный негатив для Китая. В Китае продолжается фондовый рынок падает, продолжает. Поэтому, в принципе, часть инвесторов, естественно, уходит в еврозону, естественно, идет в более надежный актив. Это оказывает такую некую дополнительную поддержку для евро. Собственно, с технической точки зрения мы уперлись в достаточно важную область сопротивления. Это 1,50, 1,1050, 1,1080. Вот эта область. Ранее эта область сопротивления уже неоднократно удерживала рынок. Вот в первый раз мы видим, в принципе, во второй, ну, неоднократно, да, мы видим с вами, вот эта область отыгрывалась рынком в одну или в другую сторону. О чем это говорит? Что, скорее всего, в этой области мы, как трейдеры, можем набирать короткую торговую позицию. Я на сегодняшний день ее уже набрал, сижу в коротких позициях. Защитная дыра выше отметки 1,1120. Естественно, если у нас будет пробит этот максимум, то, скорее всего, следующая цель вверх у нас 1,1210, 1,1200. Поэтому тем, кто продолжает, скажем так, придерживаться мнения, что валютная пара евро-доллар может продолжить снижение, лучше всего выставлять достаточно короткие стопы. Почему? Потому что риск продолжения импульса вверх достаточно большой. Но это как бы каждому трейдеру на усмотрение. Я вижу значимый уровень сопротивления, от которого постараюсь сегодня торговать. Смещаемся на валютную пару фундулов. Видим с вами достаточно интересную ситуацию. Буквально утром был протестирован значимый уровень сопротивления, зеркальный уровень сопротивления. 1,5540. Ну, там на самом деле область была 1,5530-1,5550. Вот эта область у нас протестирована. Самый важный уровень протестирован. Это 1,5040, от которого уже набрата короткая позиция. Естественно, риск не более 20-25 пунктов на средний срок. При том, что первая цель для продаж у нас, естественно, в метре 1,5460-1,5470. То есть, соотношение риск-прибыль у нас минимум 1 к 3, 1 даже там к 4 выполняется. Но основная цель, понятное дело, у данной сделки у нас 1,5350. Вот этот уровень поддержки. То есть, соотношение риск-прибыль очень и очень выгодно. И это необходимо всегда понимать. Это что касается основных таких интересных моментов по валютному рынку. Сейчас предлагаю вам сместиться на золото. Мы сегодня видели тест отметки 1103 доллара. Этот уровень сопротивления был ранее удерживал рынок. До того, как стал уровнем сопротивления, он был значимым уровнем поддержки. То есть, на протяжении двух дней рынок сдерживался сверху. Этим уровнем. Естественно, мы как трейдеры с вами понимаем, что если ранее в истории рынок держивался с одной стороны, тем или иным ценовым уровнем. И теперь мы видим тест его же с обратной стороны на крупном периодном периоде. Это часовой график, четырехчасовой график. Это договорит нам о том, что скорее всего, ну как минимум с высокой степенью вероятности, что рынок лишь может продолжить движение за его пределы. Как следствие, при ограниченных рисках максимум до 2 долларов, мы с вами могли бы набрать позицию. Ну и, собственно, уже сейчас эта позиция имеет порядка 12 долларов прибыли. Естественно, она уже в безубытке. Естественно, стопы уже смещены в дону безубытка. Ну и, в принципе, трейдерам, которые торгуют внутри дня, можно уже прямо сейчас фиксировать прибыль. Почему? Потому что мы видим, цена дошла и как бы консолидируется, если мы сместимся на более мелкий временный период. Вот тестируется у отметки круглого ценового значения вблизи 1 в 1090 долларов. Скорее всего, на средний срок. Рынок продолжит снижение. Но трейдерам, которые торгуют внутри одного торгового дня, можно уже сейчас начинать фиксировать прибыль по данной короткой позиции. На самом деле прибыль будет достаточно неплохая. Это что касается золота. Также необходимо просмотреть и нефть. Мы с вами обсуждали на прошлой неделе вот этот, сейчас мы сейчас на более крупный временный период, вот этот ценовой диапазон в 50 долларов 50 центов, ну и, собственно, 51 доллар 30 центов. Я говорил, что если цен мне удастся вернуться в эту область, то, скорее всего, мы будем набирать короткую позицию. Это очень выгодный сигнал будет для продаж. К сожалению, к отметке в 51 доллар 30 центов в рынок не дошел. Короткие позиции набирались уже в области от 50 долларов до 50 долларов 50 центов. При этом импульс унис достаточно хороший. Естественно, говорит о том, что весь этот импульс удалось удержать, это будет неправдой, зафиксировал прибыль немножко ниже, точнее, немножко выше 48 долларов. Но, на самом деле, соотношение риск-прибыли тоже достаточно неплохое у нас получилось. Дальше продавать нефть по рынку я бы не советовал. Почему? Потому что мы видим достаточно длинный импульс с вами вниз. И, скорее всего, что мы будем в ближайшее время наблюдать коррекцию, ну, скорее всего, это будет 38-2% по Фибоначи, это минимум. А это у нас уровень в 50 долларов. То есть серьезные, серьезные расстояния, понятно. Да, расстояние достаточно серьезное. Мы, тем более, видим с вами импульс без значимой коррекции, который составляет у нас, одну секунду, больше 6 долларов, да? Ну да, практически 6,5 долларов без значимой коррекции. Это достаточно значимое расстояние для этого рынка. Если мы увидим коррекцию, если мы увидим достаточно неплохие впоследствии сигналы для доллара США, то, скорее всего, сможем продолжить снижение. Но сейчас бы я уже не открывал короткие позиции, это односношение. Хотя, если же сейчас мы увидим хорошую статистику из США, импульс еще в пределах одного доллара вниз может нефть пройти. Но мы должны четко понимать, что соотношение риск-прибыли у нас уже качественного не будет. Мы видим, если сейчас даже и открывать короткую позицию, то стоп нам необходимо размещать за последним максимумом, то есть вот за вот этим уровнем сопротивления. Расстояние в 60 центов плюс спред, ну, нам необходимо минимум движение в 3 доллара внизу, ну, в 2,5, для того, чтобы у нас было качественное соотношение риск-прибыли. К сожалению, такого у нас потенциала движения уже нет, поэтому, скорее всего, лучше удержаться в дальнейших продажах, вот именно в этой точке. Ясно, ясно. Хорошо, Роман, спасибо большое. Да, не за что. Ага, если восстановите демонстрацию торгового стола. Отличненько. Ну что, сейчас прямо попробуем применить эти идеи на практике, ибо не просто сами заработаем, но и людям дадим возможность заработать. Правильно, самое главное – коллегам помочь, скажем так. Да, именно так. Спасибо. Все хорошо, удачи. Удачи вам, до свидания.